Из почти 8 миллиардов населения планеты, миллиард сто разговаривают на английском языке. И эта цифра постоянно растет. Сегодня расскажем о книгах, которые помогут отточить английский акцент. Доброе утро! Вы смотрите рубрику «Первая страница». Меня зовут Наталья Антонова, наш учитель на замену Иван Сычев. Good morning! Сидан, please. Привет, Наташа. Привет. Смотри, сегодня здесь у нас с тобой три принципиально разных подхода к тому, как можно выучить английский язык, ну, собственно, у себя дома. С Дмитрия Петрова, наверное, начнем. Пожалуй, самый популярный лингвист сегодня и, пожалуй, самый популярный учитель языков, который можно... Почему? Интересно или просто? У него есть своя программа на телевидении, он твой абсолютный коллега. А, на телеканале... Люди любят его смотреть на этом, именно на этом телеканале. Поняла. И вот эти книги, они являются как бы дополнением к видеокурсу. В комплект этой книги входит два диска с видео, которые можно посмотреть, и на каждый урок у нас есть... Урок один, пожалуйста, урок один, вот он идет. У нас есть приложение в виде того, что нужно изучить и какие упражнения можно сделать. То есть это как бы книга в комплекте вот с видео, которое есть. Видео, кстати, можно найти бесплатно на YouTube. Да, они есть. Я смотрела, пробовала. Да, абсолютно. Да. У тебя просто книги не было. Да, поэтому далеко и не зашло, наверное. На самом деле, очень удобный принцип, то есть когда тебе объясняют видео, и при этом у тебя перед глазами есть таблица. Например, для меня это самый удобный вариант, когда видео сопровождают еще и аудио, то есть два канала... Ну, как рабочие тетради такие, да? Да, 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 мне очень удобно, когда за меня кто-то все уже систематизировал, когда, собственно, мне делать-то ничего не нужно, просто открыть книгу, да, посмотреть. Да, ну, реально просто и понятно написано. Мне кажется, даже это прям для начального уровня. Да, это такой, вот для того, чтобы поехать в страну и не потеряться, и спросить, как дойти до отеля, где можно покушать и вообще что же делать дальше. В общем, самое необходимое, тут сколько, 200 страничек? Да, да, здесь 300 страниц, то есть совершенно такая небольшая книга. Давай дальше тоже к легкой перейдем. Это Юрий Дружбинский. Красивая обложка. Да, очень интересная. Это чисто разговорный вариант английского языка, то есть это тот самый минимум, который тебе может понадобиться для того, чтобы оказаться в стране. Но очень интересно, здесь обучение происходит не от грамматики, а от лексики, то есть сначала ты читаешь тексты и смотришь, как в них встраиваются английские словечки. То есть здесь, если ты посмотришь, да, это русский текст с вставленными английскими словечками. Так вот я знаю, вот эти вот люди, которые такие, да, в разговоре, муанинг, понятно, в общем, они вот по этой книжке учили. Вообще-то вся советская методика обучения против этого и говорит, что так нельзя делать. Но при этом сегодня мы видим, что это реально довольно удобная штука для того, чтобы начать заговорить на каком-то базовом моде. То есть книга не даст глубоких знаний, но при этом, опять же, поможет не теряться и не пугаться, когда ты встречаешься вот с англоязычными словами или с человеком, говорящим на языке. Ну, просто такое легкое понимание языка, да, какое-то возникнет, вот именно чтобы не было страха. Обычно же, как на школе учат выучить вот столько-то слов, вот такую-то грамматику, а когда нужно говорить, мы как раз и не можем. Приезжали, приезжаем такие в Турцию, да, и больше некуда пока. И такие, и пык-мык. Да, такой. Потому что знаем грамматику, знаем слова, а все соединять их не можем. Так что соединять слова будем вот по этой книжке. Это у нас кто? Это Юрий Дружбинский, да, такой, just for fun. Ну и самый большой, толстый. Прям учебник, вот прям похож. Да, это Олег Аваденко, это вообще классик самоучителей, то есть вот, если мы можем с тобой так сказать, да, то есть человек, который изучал самоучителей, издавал самоучителей вообще всю свою жизнь, здесь у нас с тобой аж 66 уроков. Каждый урок располагается примерно на пяти-шести страничках, иногда на десяти, и в начале каждого урока, да, мы с тобой можем посмотреть, тебе написано, что, изучив этот урок, ты сможешь сделать. Кроме того. Ой, мотивашки. Да, абсолютно. Класс, это для таких, как я, что нужно увидеть обязательно свет в конце туннеля, для чего я это делаю. Каждому уроку даны слова, которые тебе нужно выучить, обязательно зазубрить. Мой выходной день. Да. Прекрасно, все, что я люблю. Все для тебя. И даны очень простые конструкции того, как эти слова можно интегрировать в свою речь. Опять же, много таблиц, много схем, и мне кажется, что в изучении языка это очень важно, то есть когда все равно же язык это такая знаковая система, да, язык это знаки, которые тебе нужно понимать, а чтобы лучше всего разобраться в знаках, вот мне кажется, что идеально тебе помогут именно таблички. Кроме того, в конце есть задания, да, есть тексты какие-то английские, которые тебе предлагается прочитать. Здесь черным выделены вот эти новые как раз слова, которые тебе нужно выучить. Выучить, да. А на самом деле... Это не начальный уже уровень. Как тебе сказать, это уровень вот для тех, кто... Ну, мне кажется, вот с этого можно начать, вот с этого не стоит. Это книга для тех, кто плохо учил английский в школе. Вот у тебя есть какие-то обрывочные знания, да, и он поможет тебе систематизировать все, что у тебя есть, и на то, на те крохи, которые у тебя есть, он тебе поможет вот все это сделать в какой-то единый фундамент. Вот прям очень. У тебя, но это у тебя урок 12, ну, ты посмотри 60. Книга усложняется, собственно, с процессом, да, и как и знание твоего языкового величина. А три таких разных подхода, да, согласись, мне кажется, интереснее было на это взглянуть. И очень здорово, что они все с чем-то подкреплены. Вот как здесь, например, видеоуроками, да, с табличками теми же самыми. Потому что изучать самому английский и вообще что-либо, это довольно сложно. И страшно. И страшно, да, согласна. А тут у тебя все-таки поддержка есть. Вот взял книжечку, включил мужика на видео. И смотришь. И смотришь, и все хорошо. Да, друзья, мы вам тоже предлагаем сделать свой выбор и, в общем-то, и ориентироваться, конечно, на ваш уровень, но, в принципе, все доступно и, самое главное, все легко и приятно и интересно к обучению. Так что вам доброго утра и до новых встреч. Всего хорошего.